Я искала что-то подобное, только не знала, как это называется вообще. Нас предупредили о том, что нужно быть в спортивной одежде. И вот с того дня я узнала, что такое кинестетикс. На кинестетик я попала, потому что у меня ребенок инвалид. Поначалу кинестетикс мне показалось обнимашки-неваляшки. Вот даже вот такое было. Но когда я посмотрела это на ребенка, и когда я посмотрела, что это расслабляет, что это работает, и тогда я сказала ура. У меня была, можно сказать, лежачая. Я зависела от тех людей, которые за мной ухаживали. Они по наитию что-то делали. А если бы у них еще эти знания были, было бы намного комфортнее. Потому что действительно касалось меня поднимать. И женщина одна сказала мне, что у меня болит спина. Я этого делать не буду. То есть, в принципе, на то время, если бы было такое знание у них, я думаю, я бы не испытывала бы неудобства от того, что человеку приходится это делать. И понимание сразу наступает. То есть, а, вот оно как, да, вот, это же очень легко, это же все очень понятно. Вот вы показали, это все доступно. Подходим к пациенту, и оказывается, что не так это все легко. Потому что пациент – это тяжелое тело, больное тело. И оно не двигается так, как у здорового человека. Но, показав элементарное движение, облегчается труд на 50%. Элементарное. Вы знаете, когда она меня не учила, я пытался, как она упадет, поднимать. И вот спину немножко повредил. А потом она говорит, так, если лежит, посадить ее сперва. А потом попытаться сдвинуть ее, чтобы ближе к дивану было. И она помогала, чтобы старалась. Ну, а потом на колени. Вот, а потом... Да, смешно. Руки на диван, и чтобы повернулась. И потом на одно колено, на второе. А потом уже и легко поднимать, уже посадить вот так вот. Это уроки такие. И вот эти стереотипы, которые у меня были взять, схватить ребенка и потащить, они у меня сейчас уходят. Вот мне стало более легко. Благодаря вот этим вот всем движениям, которые нам показали, как можно заниматься с таким ребенком. И Вика стала более уверена, у нее смелость. И вы знаете, если у меня ребенок раньше боялся с коляски встать, вы что это было, или отклониться, или что-то, то сейчас она у меня даже сама встает ногами на пол и сама садится на диван. Она сама даже вот не могла в рот что-то подтянуть. И когда Татьяна нам показала, как расслабить ее, и как сделать движение нам вместе, вот мы стали с ней заниматься вот таким методом, и вы знаете, мы очень много достигли. Я познаю себя, я начинаю больше понимать своего ребенка, потому что, соответственно, его движения, какие ему нужны. И вот это движение, которое они расслабляют его, и он очень хорошо, вот он спал хорошо, он себя вел очень хорошо. Но это для него только плюс. И для меня такой вывод я делаю, что если бы мы, может быть, с моим ребенком занимались бы раньше, ему вот 18 будет, то я думаю, что, наверное, были бы результаты лучше, потому что движения конкретные были бы лучше. У меня дома кинстетикс постоянно. Я перестала мучиться со спиной, потому что у меня были серьезные проблемы. И, конечно же, показываю, как правильно вставать своим детям, что очень помогло, кстати, моему сыну, у которого тоже проблемы со спиной. Как ветер, живый, здоровый, и не вызываю уже врачей в последнее время, ничего. Стараюсь вот свои силы врачи. ИНТРИГУЙМЕРЬМА БОБРАНИХ ОЛИАИ ОЛИАИ ВЕСНОЕ Продолжение следует...